друзья всем привет с вами канал просто кухня спасибо большое что вы с нами сегодня мы будем готовить яблочный штрудель очень лентяйским способом как раз для тех кому вот очень некогда возиться с тестом для этого возьмем армянский лаваш один большой лист вот у меня увидите оказался с дефектом в этот раз но ничего думаю все получится берем ну примерно грамм 20 сливочного масла комнатной температуры и хорошо весь лист промазываем маслом и отложим его пока в сторону чтобы он немножко пропитался стал помягче и легче потом поддавался скручиванию на сковороде растопим граммов 70-80 масла сливочного и добавим три больших яблока очищенных и порезанных на дольки будем яблоки слегка обжаривать когда они становятся вот такими вот симпатичными добавляем сахар я добавила две столовые ложки потому что мне яблоки сладкие если кислые можно добавить сахар и побольше один пакетик ванильного сахара и буквально пол чайной ложки корицы много не надо потому как она может и испортить все дело но чуть-чуть обязательно корицы добавить надо и такой начался тут аромат вот жалко камера не передает запахов просто потрясающий запах такие карамелизованные яблочки получаются и в конце добавляем измельченные грецкие орехи у меня буквально две столовые ложки потому как у меня в семье далеко не все любят грецкие орехи если вы любители грецких орехов то добавьте и побольше если но бывает так что вообще люди не любят их поэтому можно в принципе обойтись без них но все-таки какую-то такую изюминку этому блюду орехи придает теперь выкладываем подготовленные яблоки на смазанный лаваш выкладываем их на один край для чего это делается для того чтобы хорошо крутился рулет и никуда не убежали соки яблочные вот так распределяем отступив от краешков вот для чего для того чтобы вот так свернуть рулет и да чуть не забыла берем одно яйцо перебитое вилочкой и вот желательно смазать вот так яйцом краешки чтобы уж наверняка все запечаталась но это уже на ваше усмотрение в принципе можно обойтись и и без этого теперь аккуратно вот так закручиваем краешки делаем вот так вовнутрь чтобы возможности уж никакой не оставить для убегания сока и очень аккуратно скручиваем вот так рулет и вот смотрите дефект кстати тоже хорошо закрутился я думаю все должно получиться теперь перекладываем рулет на противень застеленный пергаментной бумагой и остатками яйца смазываем рулет сверху для того чтобы получилась такая красивая румяная корочка ставим в духовку разогретую до 180 градусов минут на 10-15 здесь уже смотрите по своей духовке вот такая вот красота получается даем остыть до комнатной температуры и теперь разрежем сейчас пополам разрежу покажу вам вот смотрите сочные сочные все соки оказались на месте все хорошо аромат потрясающий друзья я желаю вам приятного чаепития спасибо большое за ваши лайки и комментарии подписывайтесь на наш канал смотрите другие наши видео вдруг вам что-то понравится а я желаю всем здоровья и удачи пока пока спасибо